Привет, я Колин. Приглашаю вас провести день вместе с помощником на площадке. Пэпэ. Увидеть всё глазами Пэпэ, ребята. Привет, Бен. Ты снимаешь? Да, думаю, да. Эндрю первый по мреже. Звук, камера, мотор. Звук, камера, мотор. Пэпэ делают массу вещей. Мы ставим стулья, столы и навесы. Раздаём воду. Кому воды? Много всего сопутствующего. Такого, о чём и не подумал бы никогда. Никогда не знаешь, чего ждать. Первый по мреже. Прогон. Чем классно быть Пэпэ, это что работой загружает все подразделения. В одной сцене вы таскаете провода за тележкой оператора, чтобы на них не наехали колёсами. А в следующей помогаете с бутылками из художественного отдела. Убираете осколки, ставите всё снова и проверяете, что всё на своём месте. Короче, вы пересекаетесь со всеми отделами, и это плюс работы помощником на площадке. Меня зовут Колин Уэс Макдоналд, и я был помощником на площадке на Рокет Джамп Шоу. Эндрю, первый по мреже. Снято, снято. На съёмках вы можете работать на натуре или в студии. Коробка для чаевых, например, снимался в закрытом павильоне у реки в Глендейле. Главным образом, это были декорации бара с возведёнными бутафорскими стенами. И сразу за площадкой было что-то вроде большого склада. И как ПП, мы часто оказывались как бы сразу и на площадке, и за её пределами. Первый по мреже. Эй, художественный отдел, можно убрать кассу из бара? Джордж, художественный отдел. Принято. Первый по мреже. Уберите это со стола. Мы на него поставим кассу. Принято. Босс ПП – это помощник режиссёра. Или часто есть два или даже три по мреже. Первый и второй. Помреже обычно всегда рядом с режиссёром и отвечает за организацию съёмочного дня. И часто помреже берёт оки-токи и говорит «Братья ПП, пожалуйста, мне нужен здесь Джеймс и два фона». Это поручение для всех ПП, которые постараются выполнить его как можно скорее. Если помреже попросил что-то, чего у тебя нет, нужно быстро это найти, а если не получается, сразу сообщить, так как иначе буду думать, что ты этим занимаешься. Если не можешь быстро решить проблему, скажи. Потому что хуже всего, если ты не сказал, а когда через 10 минут им это понадобилось. Они тебя спросили, а ты «Ой, я не нашёл». И всё, производство встало. И это худше. Знаете, никто на площадке не хочет, чтобы из-за него остановили съёмку. Почти всё организовано через оки-токи. Принято. Работаю. Надо разобраться с рациями. Так как всё происходит по рации, ты всегда должен быть на связи. Это нужно всегда помнить, если хочешь, чтобы тебя снова пригласили работать. Ты должен ответить «Принято. Понял». И часто это вопрос-ответ. Надо убедиться, что все всё поняли. Коли на связи. Джордан Пепе. Можешь принести пару рулонов бумажных полотенец? Уже идут. Поэтому, чего никогда не следует делать, это игнорировать вызовы. Можно подумать, что вы можете не ответить. И если вы в туалете. Но если вы идёте в туалет, вы должны сказать «У меня 10-1». Джексон Пепе, у меня 10-1. Так все делают. Никто не скажет «Я пошёл пописать». Или там «Мне надо…». А, 10-1 – это код для этого. И это значит, меня не будет на связи минут 10. Часто на «Роке Джамп-шоу» Фредди просто исчезал. Ашем, продюсер. Никто не видит Фредди. Фредди Вонга. Никто не видел Фредди. Было обычным делом. Фредди не видел. Нет, сам ищу. Ашем, продюсер. Где Фредди? Колин Пепе. Он не на площадке. И так было всё время, потому что немногие на площадке имеют рации. Колин. Фредди 10-1. Ты понял, у него 10-1. Пепе обычно распределены по всей площадке. Вы как бы коллективные глаза на площадке. И если там нужен кто-то, вы должны найти его. Так как там не знают, где он. Он просто нужен там. Эндрю первый помреж. Аш, ты на рации. Карли второй помреж. Он на рации. Колин. Ищу. Эндрю, если кто-то рядом с ним, спросите. Я ему ещё нужен. Эй, Аш. Первый. Тебя вызывает Эндрю. Колин. Аш будет говорить с тобой через минуту. Мы часто пользуемся термином «горячие кирпичи». Это часть работы. Пепе должны заботиться о «горячих кирпичах». Они же аккумуляторы для раций. Когда бы они не понадобились кому-то, они должны быть у вас на готове. Всё просто. Джордан, Пепе, можно украсть «горячий кирпичик»? Ага. Сколько? Парочку. Держи. Спасибо. Всё вовремя. Много раций есть на площадке. У многих из операторского отдела. У нас джинов всегда есть в оки-токи. И когда кто-то на площадке просит батарею, вы даёте. И в конце концов, у вас полный рюкзак уже холодных кирпичей. И тогда вы несёте их на зарядку. Обычно это в вагончиках или производственном отделе. Надо стараться думать наперёд, кому что может понадобиться. И начинать это делать до того, как кто-то попросит. Например, кто-то говорит «мне нужен маркер». А ты раз «вот». Вот это и даст вам работу в следующий раз. Быть в игре, быть там, слушать. Вот что важно. Одна из главных обязанностей ПП – поддержание чистоты на площадке. Многие оставляют кучу бутылок из-под воды, не расписываясь на них. И вам приходится как-то объяснять им. А особенно при переездах, когда всегда много уборки. Материалы, обёртка от еды, мусор. За всё это отвечает ПП. Надо всё это убрать до конца рабочего дня. По команде «Тихий час» надо следить, чтобы люди не шумели во время съёмок. Даже если это не мое кино. Эндрю, мы собираемся снимать. Устройте там «Тихий час». «Тихий час» значит, что все на площадке должны соблюдать тишину. Потому что сейчас будут снимать. Так, снимаем эту сцену. ПП часто просят организовать «Тихий час». Люди могут зайти на площадку во время съёмки, и это плохо. И вы следите за этим. Это не репетиция. Что? Я сказал, сейчас уже будут снимать. Туда нельзя, если только ты не должен быть там. И люди норовят прошмыгнуть. Знаете, те из команды, у кого нет рации, не знают, идёт ли съёмка. Те, кто с рации, должны оповещать о том, что происходит. Если вы слышите, снимаем через 30 секунд. Вы кричите всем «Через 30 секунд съёмка». Эндрю, так, ребята, тут всё готово. Командуйте «Тихий час». Ребята внутри начинают съёмку. Эндрю, готовность. Готовность. И помрежа объявляет по рации. Мотор. Эндрю, звук. Камера. Мотор. И все ПП в течение 5 секунд должны также объявить звук, камера, мотор. 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 И все на площадке в курсе, что идёт съёмка. Это значит, что никто не двигается, все молчат, не ходят. И даже в процессе съёмки, если дубль длинный, вы напоминаете всем «Стойте, не шумите». Как можно тише нужно для звука, звукорежиссёра. Звук пошёл. Камера пошла. Сцена 2А, дубль 2, Майк. Бывает, что ПП может испортить дубль, если прокричит раньше времени «Снято». Или подумает, что уже снято, потому что раньше на этом заканчивали. Все начнут шуметь, и вы запорите дубль. Последовательность команд такая. Сначала режиссёр. Стоп, снято. Помреж затем по рации говорит «Снято». Мэтт, режиссёр, снято. Эндрю Помреж, снято. И уже ПП объявляет всем «Снято». Снято. 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 И тогда все могут снова делать, что делали. Входят большие мальчики. Между дублями вы сначала помогаете на площадке, а потом бежите обеспечивать тишину за пределами площадки. Как только начинается съёмка, мало что можно делать. Настоящая работа при установке и на разборке. Эндрю, обед, ребята. Обед. Надо позвать всех на обед. Но наш обед обычно короче. И мы возвращаемся к работе. ПП должен обойти всю площадку, проверить, не остался ли кто. Чтобы они как можно скорее пошли на обед. Так как последний в очереди на обед, последний человек. Тот, с кого начинается перерыв. С этого момента у вас 30 минут. Так что это последний, а не первый, и никогда вы объявляете обед. Только тогда начинаются 30 минут перерыва. Поэтому у всех получается минимум полчаса на обед. Джордан, Пепе. Ребята, последний в час 12. На работу в час 42. А нам все равно. Начало и конец перерыва не для нас. Мы идем на обед уже после последнего. Да, в каком-то смысле мы не считаемся людьми в очереди на обед. И обед объявляют еще до того, как ты стал в очередь. Все нормально, мы привыкли. Но мы едим самыми последними. Да, все нормально. Не такие уж мы важны. Подождем лишних 5 минут. А я думаю, вы важны. Хм, спасибо. Кое-кто для нее и правда важен. Вы не первые в очереди на обед. Часто вы помогаете подготовить все для обеда. Расставляете стулья и столы. И когда объявляют обед, вы рядом с едой и могли бы поесть. А нельзя. Так что расслабьтесь, вы будете есть последним. Может показаться, что это тяжело. Но все не так страшно, мы привычные. Если вы правда устали или недомогаете. Или вам надо попить, не насилуйте себя. Именно поэтому на площадке 4-5 ПП. Чтобы подстраховать и дать передышку друг другу. Важно, если вы видите, что что-то на площадке небезопасно. Или что-то не так. Или люди делают то, чего не должны. Скажите кому-то, не стесняйтесь. Голос тех, кто в самом низу тотемного столба, конечно, не главный. Но в таких ситуациях он имеет вес. Поэтому вы и на площадке. Вы пара глаз для помрежа. Так что говорите, если что-то происходит. Даже если вы не знаете, важно это или нет. Просто скажите им. Они могут махнуть рукой. А могут сказать, о, надо немедленно на это взглянуть. Да, вообще-то... На сегодня все, я думаю. Окей, все. Конец съемочного дня. Привет, Фредди. Спасибо тебе. И тебе было здорово. Как ты, брат? Хей, спасибо, чувак. Спасибо, приятель. Было классно. Кевин? О, он все снимает на GoPro. Эндрю, конец съемочного дня, ребята. В конце смены я иду там убрать мусор, подмести полы. В конце съемочного дня много работы. Последним из площадки уходит ПП. Уборка – это важная часть работы. Возможно, это не гламурно, но это часть всего, и это того стоит. Ведь первые 12 часов ты на съемочной площадке и учишься всему. Да, в конце ты потратишь час на уборку. Ну, такая-то работа, и это нормально. После команды «Конец съемочного дня» все останавливается, и если это еще пишется, то уж точно пора выключать. Никто не имеет конечной целью быть ПП. Но каждый ПП еще и режиссер, сценарист, кинематографист. Просто они новички. Пытаются разобраться, как я, например. Я ведь больше не ПП. На Рокки Джамп Шоу я узнал достаточно, чтобы продвинуться вперед. И теперь я пишу, режиссирую. И это была дорожка ко всему, и это главное. Это шанс научиться тому, что тебе нравится. Хоть ты как бы в стороне, но послушайте это. Готовность, готовность, мотор, мотор. ПП – это то, откуда надо начинать, откуда все начинают. И нет ничего постыдного в работе помощником на площадке, потому что это приводит ко всему остальному. Стоп, снято, снято. Перевел и озвучил Сергей Афонин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok